Это семья Ивенков в трех поколениях, мама, дочь и правнук. Их нехитрый маршрут по поселку не меняется годами. Из дома в магазин и обратно, после чего те, кто помоложе, отправляются на рыбалку или охоту. Вечером работа по хозяйству, а еще нужно как следует протопить печь, чтобы не замерзнуть в лютые морозы. Прабабушка Елена Васильевна в поселке Рассошино женщина известная. Когда-то она была лучшей охотницей. Сейчас и глаз занятее, и слух подводит. Благо родные рядом, помогают даже в общении с другими людьми. Баба, ты много добывала соболей-то, говори. Говорят, великая охотница была раньше. Давно. Все. Но говори. Говорят, великая охотница была. Великая охотница была. Один раз в четыре убили. Семья богата, никогда и не жила, а в последние годы денег и вовсе не хватает. Бедность заметна буквально в каждом углу этого ветхого дома. Работы давно нет, о ремонте и мечтать забыли. Дочь Елена вздыхает, не такой жизни она хотела. Я работала в магазине, в той ружине, все, один год. Почему я работаю? Нету больше? Нету больше работы. А сейчас на что живете? Ну сейчас по уходу за бабушкой получаю там копейки. Тысяча, тысяча восемьсот, тысяча. Из материалов дело. Рассошено последний жилой поселок в среднем течении реки Большой Амала. Здесь находится месторождение нефрита Кавоктинская. По уровню разведанных запасов ценного минерала, одно из самых крупных и перспективных в Бурятии. Этот рудник разрабатывает семейно-родовая ивенкийская община Дулача. Местная администрация. Глава поселения Владимир Басаулов рассказывает. За последнее время в деревне народу стало в два раза меньше. На 360 жителей всего 70 рабочих мест. Бюджет мизерный. В этом году на благоустройство не дали ни копейки. Люди живут натуральным хозяйством. О теневом заработке односельчан глава говорит неохотно. В главе села вторит местный депутат Александр Батуев. В народных избранниках он восьмой год. Говорит, нелегальным заработком живет почти вся деревня. Для того, чтобы прокормить свои семьи, мужчины вынуждены идти на нарушение закона. Черный копатель нефрита и рады бы устроиться официально на рудник Делычи. Но не берут там местных. Не берут, потому что у них своих народу хватает. То есть даже и венков не берут? И даже венков не берут. Права венков-то ущемляются. Но в лес они никак не могут. Но в том районе, где добывается нефрит, они туда попасть не могут. Из материалов дело. Бывший глава Баунтовского района Бурятии, экс-депутат Народного хурала Республики Андрей Михайлович Туракин, уроженец села Джилинда Баунтовского района, в 1992 году организовал эвенкийскую семейно-родовую общину Делача. В 1994 году Делача впервые получила лицензию на разработку колоктинского месторождения нефрита. Бывшего депутата и главу в деревне видели раз, в аккурат перед выборами. Обращались с просьбами и надеялись на помощь, ведь народ в деревне бедствует. Его же не однажды просили. Что просили? Ну, чтобы помог деревне хоть подняться, школу там, с этого вот. Ну, он там гуманитарку пьет, что там, два компьютера может. Ну, это что, что. И на этом вся помощь. Если он малые просьбы игнорирует, а большие, тем более. Это бывшая поселковая столовая. Теперь здесь фельдшерский пункт. Здание осталось еще от старого совхоза. Людмила Конюкова рассказывает. Ремонт делали сами. Побелили, покрасили, привезли мебель. Здесь работают всего четыре человека на всю деревню. Из врачей, медсестра и фельдшер. Рассошина постепенно вымирает. Записи о смерти делают чаще, чем о новорожденных. В прошлом году, у нас 11-й год. Девять человек у них. Крупозная пневмония, сердечно-сосудистые, онкозаболевания, сердечные болевания, сердечно-сосудистые. И в этом году восемь человек уже. Зарплата санитарки около шести тысяч. У фельдшера, главного медика на селе, пятнадцать. Отсюда и текучка. Например, Татьяна теперь уже бывший фельдшер. Недавно уволилась. У меня растет ребенок, и мы собираемся переезжать. За пределы Баунса Крым. Почему? Что здесь? Ну, здесь деревня живу касает. Нужно что-то новое, нужно что-то блюди. Это национальный костюм, который я себе шила. В нем принимала участие в различных мероприятиях. Сейчас, наверное, на меня не залезет. А это экспозиция предметов быта и венков. Литература о коренном населении Рассошино. Все собрано сельчанами на голом энтузиазме. Правда, в этом году повезло. В фонд библиотеки поступило сразу аж 42 новые книги. Редкая удача, говорит Надежда Михайловна. А вот на самое необходимое денег по-прежнему нет. Мне нужно 6 тысяч на подписку периодических изданий на первое полугодие будущего 2013 года. У меня есть заявка. У меня есть обсчитанная, все же подсчитанная сумма. Но не знаю, у меня будут ли деньги. Потому что очень сложно с этим. Писать письма, просить и доказывать, что библиотека – единственный очаг культурной жизни села, она уже привыкла. При этом помощь от известного земляка, выступающего сегодня от имени Ивенков, в последний раз поступала в конце 90-х. Имеют такие вот деньги, да, для района. Почему бы не сделать что-то? Что-то сделают, но люди на всю жизнь будут хорошее слово говорить. Это все, что осталось от старого сельского клуба. Он был один на всю деревню. Сюда с концертами приезжали гости из Лануде и Читы. Сгорел клуб в середине 90-х годов. С тех пор на его восстановление и ремонт не нашли денег небогатые районные меценаты, неместные власти. Рядом с клубом детский сад. Сюда ходили почти 60 ребятишек со всего рассошенного. В прошлом году его признали нерентабельным. Детский сад закрыли, а воспитанников перевели в здание начальной школы. Между тем, объем экспортированного делачей нефрита только растет. Из материалов дело. С 2006 по 2008 годы делачей продано более 240 тонн камня. В 2011 году семейно-родовой общиной добыто 360 тонн нефрита сырца. 90 тонн продано в Китай, где стоимость килограмма белого нефрита достигает 5000 долларов. Можно говорить о том, что доход делачей исчисляется сотнями миллионов долларов. Эту дорогу местные жители еще называют нефритовой. Здесь ходит даже специальное маршрутное такси. Но не совсем такси, а вездеход. Стоимость проезда в нем 150 тысяч рублей. За эти деньги нелегальных добытчиков камня довозят до рудника. А уж дальше, как повезет. Этот мужчина называет себя черным копателем. Он просит не показывать его лицо. Говорит, так как он добывает нефрит, его добывает и вся деревня. Другого выхода у людей нет. Но разбогатеть пока мало у кого получилось. Конечно, это получается лотерея. Люди просто стремятся с ажиотажем в последнее время. Обыкновенный человек с деревни какой-то, обыватель, приезжает в надежде на то, что каждый кусок камня стоит тысяч долларов. То есть люди берут кредиты, делают какие-то залоги в надежде обогатиться. Приезжают. На самом деле это далеко от истины. Уехать из Рассошина, пожалуй, главная мечта почти всех его жителей. А если повезет, продать еще и дом. Правда, с этим повезло немногим. Рекордную сумму в 15 тысяч за дом с участком выручили в прошлом году. Эти деньги для жителей поселка почти состояние. В основном жилье просто бросают. Такого здесь их давали не полсела. Разбогатеть ни у кого не получается. Более того, ивенки сетуют. Живем на нефрите, а денег в поселке нет. Из материалов дело. Сегодня руководители эвенкийской родовой общины Дылача подозреваются в незаконной добыче 20 тонн нефрита. По данным следствия, с мая 2011 года по октябрь 2012 подозреваемые организовали нелегальную добычу нефрита на территории Калоптинского месторождения с последующим вывозом в Китай. Ущерб государству превысил 600 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Михаил – самый младший из правнуков в большой семье. Единственный мужчина в доме. Свои 16 рассуждает совсем по-взрослому. Здесь делать нечего. Ехать надо в город. Почему ехать? Молодой человек мечтает стать механиком, найти хорошую работу, завести семью. Приезжать в родное село, говорит, будет нечасто, только чтобы навестить родных. Остаться в рассошенном – значит обречь себя на прозябание и в конце концов спиться. Михаил все давно решил. Ему осталось закончить школу, собраться в дорогу, сесть на попутку и навсегда уехать из-за венкийского тупика. Виктория Фроленко, Борис Геленов, Степан Столбовский. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова